Почему зарядка села? Блин, зарядка села. Мне очень нужен второй телефон сейчас. Я в шоке. Так, всем привет. Hello. Так, я уже отвезла Абетичку. Сейчас я еду в красивом платье. Ну, как красиво. Это такое casual платье. Оно такое теплое. Мне так нравится. Опять телефон ухал. Кстати, я сегодня вообще без тоналки решила... Я, короче, решила хотеть без тоналки. Поверните направо. Естественно, пользуюсь румянами, хайлайтером и чем еще. И все. Через 200 метров на светофоре поверните налево. Нет особо разницы никакой. Вообще, мы, наверное, девочки, из-за тоналки пользуемся. Просто нужно пользоваться правильно румяными. Нету звука? Звук есть или нет? Блин, ну я так не хочу, чтобы телефончик сутился. Ну почему включись? Ну, тварь. Хочу мобильный. Ждала тебя. Спасибо всем, кто меня ждал. Я очень рада вас видеть. Так. Есть, ну все, слава богу. Ты реально страшная. Ну ничего. Я как-нибудь постараюсь пережить этот момент. Есть. Ну все, если есть, значит все хорошо. Девчонки, мальчики. Блин, какую-то вчера. Можно я сейчас шутку расскажу, но она будет с матом. Мне просто ее вчера рассказали, и я очень смеялась. Вчера встречалась... Вчера, значит, еду по дороге. Увидела своего знакомого. Ну мы просто с ним живем в одном доме. Вот. И он мне, значит, говорит. А, ему холодно. А я была в солярии. Я, короче, переборщила немножечко. Поверните налево. Мне было очень-очень жарко. Прям капец как жарко. Я его встречаю. Я говорю, ну садись в машину, там, давайте довезу. А ему надо... Он купил квартиру. Тоже в нашем же компании, только в самом конце здания. И он туда что-то шел, там ремонт у него идет, типа, посмотреть. И он сел в такую машину. И говорит, блин, включи печку. Чего у тебя все открыто? Типа, окна, все-все-все. Мне, говорит, так холодно. Я говорю, ну ладно. Я просто в солярии, типа, была. Мне очень жарко. Но я могу все закрыть. Я говорю, и он мне рассказывает... Ты знаешь, говорит, я сейчас села у тебя в машину. Говорит, я вспомнила одну историю. Говорит, когда я учился еще в университетский город. Он уже сколько ему? Ну, 0-10 назад, получается, в универе он учился. Он говорит, мы стоим с пацанами. Говорит, так холодно. И идет, говорит, девочка. И девочка, говорит, шла такая. Говорит, она очень легко была одета. В короткой юбке, значит. И я, говорит, я спрашиваю, почему, говорит, вот вам не холодно, а мы, говорит, вот тут умираем с холоду. Она, говорит, на меня так смотрела долго-долго и говорит, типа, потому что... Потому что, говорит, у вас отопление хуёвое, а у нас пиздатое. Блин, ну вообще-то нельзя такие вещи говорить. Ну, короче, вы поняли? Так это смешно было или грустно? Нет. Вот, короче, я сегодня вышла, теперь все время об этом думаю. Теперь нам, девочки, нам не может быть холодно оказываться. У нас отопление бомба. Вы помните эту песню? Что это за песня? Кто-то поет. Что-то я в детстве вспоминаю. А, это же это, Максим, помните? Это Максим. Я думаю, что такое прям в детстве вспомнила? Так, нет, мне нужен школьный бал. Я любила слушать, когда была мать, я школьный бал. Как это? Помните эту песню? Да, это Максим, я уже поняла. Просто я сначала не поняла, что это Максим. Только ассоциации были с детством. Так. Через 400 метров поверните направо. Так, 400 метров. Маршрут перестроен. Прямо один километр. Привет. Да, а, блин, это было, мне на заправку надо. Чуть мне вылетело из башки. Так, вот заправочка. Я вижу. Так, что еще? Навигатор, как называется? У меня обычный навигатор Яндекс, наверное, или какой он. Я почему-то Google карты, мне не нравится пользоваться. Хотя у меня в тачку встроена Google карта. Вот этот телевизор мой. Вот. Но мне не нравится Google карта. Мне Яндекс больше нравится. Я хотела себе установить Яндекс карты сюда, в свой телевизор. Но мне сказали 150 тысяч, типа, просто, чтобы у меня были карты Яндекс. Ну, нафиг оно мне надо. Так, а куда сейчас прямо или нет? Так, где делаешь губа? Я сегодня, кстати, деду косметологу на уход, и я вам ее ски... Вообще, я много раз выставляла, и сегодня тоже выставлю. Блин, что-то солнце сильно... Я в Москве. Так, как это убрать? Красиво, очень, спасибо. Красиво, потому что мне бежевый цвет, на самом деле, очень изжатый. Показать Москву, как я покажу Москву. Ой, ребят, здесь ничего красивого нет. Вон, грязь одна. Почему ты не приобретаешь держатель для телефона? На самом деле, у меня куча этих держателей, просто они у меня не держатся. Вот у меня даже здесь есть держатель один. Вот, видите? Вот у меня здесь держатель есть, но от телефона отпал этот магнит. Так, вы не подумайте, что у меня дырка на рукавах, пожалуйста, это вот так делается. А ты же скажешь, что у меня рукава дырявые? Вот, и на второй тоже... Маршрут перестроен. Вот так. Какая весна у нас так холодная. Ну, хотя бы солнышко есть. Солнце так сильно отсечет. О, так лучше. Ой, такая красивая сейчас. Ой, блин. Кого-то ждешь меня, я никого не жду, стою в очереди на бензин. На заправке. Чем волосы укладываю? Я всегда укладываю волосы фен расческой. Тут недавно смотрела Наташу Варвину, она тоже рассказывала про фен расческу. Но она сказала, что это только на короткие волосы, мол, и на длинные, мол, нет смысла. Но это неправда. Я сначала тоже так думала, пока очень хорошо не научилась ей пользоваться. В Монако улетаю, когда моя мама приедет. Я уже так хочу поскорее уехать, капец. Я не могу уже. Карандаш для губ сейчас расскажу какой. Точнее покажу, если я его с собой взяла. Мне его Мадина подарила, а он у нее в магазине продается. Сейчас покажу. Вот этот цвет, карандаш импала. Вот он. Я у Мадины купила. Точнее, она мне подарила, но вообще их Мадина продает. Я теперь поняла, что это мой любимый цвет, и я буду всегда красить губы этим карандашом. Красиво? Тата, увидимся в Монако тогда обязательно. Ой, напишите мне, кстати, тогда в этот гирик. Слушай, я не знаю, тут этот закрывается, КамАЗ передо мной. Дорога, сколько-то литров бензина уходит. Хоть что-то на голове свое осталось. В смысле? Что у меня нормальные, у меня хорошие очень волосы. Что у меня не осталось? Не знаю. Наоборот, я их вылечила. Где платье такое красивое купила? Это мне, естественно, сегодня привезли. Оно правда... Знаете, чем оно мне нравится? Что оно такое уютное. Здесь такие завязочки у него, вот так рукава. Но можно, правда, убрать. Я вот так делала. Ну, очень. Оно такое теплое, мягкое. Мне так нравится. И цвет я очень люблю. Кстати, бежевый. Мой любимый самый цвет. Что меня окружает? Меня окружает КамАЗ, грязь и... И что? И заправка. Больше ничего. Донбасс, привет. Как у вас там дела, расскажите? И мой любимый бежевый. Он у меня очень идет. Да, он многие... Ну да, они... Кстати, он не всем идет. А где твой каблук? Кто мой каблук? Так. Какой тональник? У тебя у меня сегодня вообще нет тональника, вообще ни грамма. У меня только румяна, хайлайтер и помада. И карандаш. Я просто поняла... Ну, вот, мне, короче, я решила больше тоналкой пока не пользоваться. Только на выход куда-то. Потому что смотрю... Ну, я за кожей лица очень хорошо ухаживаю. Я загорелая. То есть мне не обязательно нужен сейчас тональник. Я вообще никакой разницы не вижу между, когда я делаю тональник и не делаю. Просто главное четко нанести вот хорошо румяна, красиво сделать хайлайтер, глазки подкрасить, губы и все. Разницы никакой нету. Что тоналка, что без. Тактика красавица, просто спасибо. Так, у вас веснушки, да. Поэтому я не хочу больше тоналкой пользоваться. Потому что у меня стало очень мало веснушек. Их уже почти не видно. И мне жалко. Поэтому я решила пользоваться только хайлайтером и румяными. Ну, кстати, хайлайтер это реально крутая штука. Вот как только делаешь чуть-чуть хайлайтера, сразу такое ощущение, что прям офигеть какой макияж. Где ты серьги такие классные берешь? Ну, вот это, кстати, недорогие сережки. Я их тоже брала в Ачендеме. Да. Кстати, мои любимые сережки в антигуче и в Сен-Лоран я не могу найти. Я не знаю, куда я их спрятала. Черт стал. Брови. Выщипай. Я не хочу щипать брови. Я хочу себе сейчас еще отрастить и такие сделать. Небрежные очень брови. Блин, туда что, блин, 45 литров бензина, что ли, заливают? Мне кажется, мне ничего не останется тогда. Веснушки, это романтично. Ненавижу, когда мне звонят, когда я нахожусь в прямом эфире. Покажи себя в полный рост. У меня не такая высокая машина, я не смогу себя показать в полный рост. Стойте. Вы представляете, опрос провели. Какой самый долгожданный подарок женщинам на 8 марта? И 36% женщин ответили цветы. 23%. Согласно данным социологического опроса, планы мужчин несколько отличаются от желаний женщин. Вы слышите? 68% респондентов будут дарить цветы, парфюмерия и косметика. Вместе набрали 23%. И на третьем месте конфликты, спиртное и деликатесы. 22%. Женская сборная России по керлингу вышла в плей-офф универсиады в Красноярске. Команда поучаствует в решающем раунде. Девочки, во-первых, вы упали у меня. На старых, представляете, я приехала на какую-то дурацкую заправку. Здесь самоуслуживание. Я не умею. Университет 8. Я не умею пользоваться этой штукой. Молодой человек, а вы мне не поможете? Что хотели? Ну вот как туда засунуть эту штуку? Так уж. Вот это на 95-е бензиль не нужно. 95-е здесь. А потом как остановить? Он сам остановится? А где? Вилли. А как? Я не знаю, как она открывается. А, вот вы. Простите, пожалуйста, я подумала, что здесь нет помощника. 10-я была. 10-я? А, все, поняла. Я просто подумала, что нет помощника, а я никогда в жизни сама даже не открывала эту штуку. Ладно, короче, ребят, все. Я сейчас буду заправляться, потом поеду, у меня опять будет падать телефон. Я вам всем показала, какая я умная. Так, все, я вас целую. Так, она, если что. Это, кстати, не я сейчас все разнесла. Это вот этот мужчина. Ладно, все. Чао, какао. Пока-пока. На эту касту? А здесь еще никого нет. Здравствуйте. Все, пока, ребятушки. Я вас целую. Так, 10-я колонка.